Здравствуйте! С вами снова я, Ольга Джералл и AmazingRussian. Сегодня мы поговорим о выражении друг друга. Это Макс и Алекс. Они братья. Но они не просто братья, они близнецы-братья. Близнецы значит они родились в один день у одной матери. Макс говорит, мы знаем друг друга всю жизнь. Он знает Алекса, а Алекс знает Макса. Всю жизнь значит с того момента, когда они родились. Мы любим друг друга, говорит Алекс. Алекс любит Макса, а Макс любит Алекса. Мы похожи друг на друга. Алекс похож на Макса, а Макс похож на Алекса. Они близнецы. Они близнецы. Друг друга. Макс говорит, мы всё знаем друг о друге. Макс знает всё об Алексе, а Алекс знает всё о Максе. Алекс говорит, мы всегда дарим друг другу подарки на день рождения. Он дарит Максу подарки, а Макс дарит ему подарки. Макс говорит, у нас нет секретов друг от друга. У него нет секретов от Алекса, а у Алекса нет секретов от Макса. Алекс говорит, мы всегда советуемся друг с другом. Алекс советуется с Максом, если он не знает, что делать, если ему нужен совет. И Макс советуется с Алексом, если он не знает, что ему делать. Они советуются друг с другом. А это друзья. Они говорят, мы знаем друг друга с детства. С детства они познакомились, когда были детьми. Они знают друг друга очень давно, с детства. Они друзья детства. Мы не похожи друг на друга, но у нас много общего. Не похожи друг на друга. Конечно, они не братья, они не сёстры, они просто друзья. Они не похожи друг на друга. У них много общего, значит, у них общие интересы, увлечения, хобби. Мы практически всё знаем друг о друге. Он знает всё о нём. Он знает всё о ней. Они всё знают друг о друге. Мы много времени проводим друг с другом. Они много времени проводят вместе, друг с другом. Мы часто ходим друг к другу в гости. А теперь давайте посмотрим на грамматику в таблице. Родительный падеж. Родительный падеж. Кого? Друг друга. Или у кого? Друг у друга. Родительный падеж. Друг друг. Друг другу. Кому? Друг другу. Или к кому? Друг к другу. Винительный. Друг друга. На кого? Друг на друга. ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДРУГ ДРУГОМ. КЕМ? ДРУГ ДРУГОМ или СКЕМ? ДРУГ С ДРУГОМ. ПРЕДЛОЖНЫЙ ДРУГ ДРУГЕ. О КОМ? ДРУГ О ДРУГЕ. ВЫРАЖЕНИЕ ДРУГ ДРУГО СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ СЛОВ ДРУГ и ДРУГ. Но первое слово, оно не изменяется. Второе слово ДРУГ, оно изменяется по падежам. ДРУГО ДРУГУ ДРУГО ДРУГОМ ДРУГЕ. Если есть предлог, то предлог между этих двух слов. ДРУГ У ДРУГА. Например, В ГОСТЯХ ДРУГ У ДРУГА. ДРУГ К ДРУГУ. ХОДИТЬ В ГОСТЕ ДРУГ К ДРУГУ. ДРУГ НА ДРУГА. ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА. ДРУГ С ДРУГОМ. Проводят время друг с другом, друг о друге, говорят друг о друге или думают друг о друге. Ну, а теперь давайте поговорим. У вас есть лучший друг или лучшая подруга? Как давно вы знаете друг друга? Вы знаете друг друга с детства или вы знаете друг друга несколько месяцев, может быть, несколько лет? Вы часто бываете друг у друга? Вы бываете у лучшего друга дома, а он бывает у вас дома? Вы дарите друг другу подарки? Может быть, вы дарите друг другу подарки на Новый год или День рождения? Вы часто звоните друг другу? Я думаю, что вы звоните друг другу каждый день или почти каждый день. О чём вы говорите друг с другом? Вы говорите друг с другом о новостях, о проблемах, о политике, о семье, о девушках, о мужчинах. Вы думаете друг о друге в трудную минуту? Когда вам трудно, вы думаете о вашем лучшем друге? И, может быть, он думает о вас? Очень хорошо, что у вас есть лучший друг и подруга. Берегите друг друга. На сегодня это всё. Я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч.